Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я хочу сказать слово благодарности организаторам, потому что я получила колоссальное удовольствие и от общения с коллегами, и от прослушанных лекций, докладов, от дискуссий. И самое важное, что я для себя получила, это вопросы, которые требуют проработки. Много на самом деле еще моментов, которые мы не знаем, которые мы изучаем и которые дополняют те фундаментальные знания, которые есть, клинические знания. И, конечно, огромное спасибо организаторам, фармфирмам, которые поддержали это мероприятие, которые спонсировали приезд наших коллег из регионов. И на самом деле для нас это праздник, двухдневный праздник. Спасибо. Итак, клеточные технологии в лечении меланомы. Такое как бы емкое название технологии клеточные лечения меланомы. Насколько это важно и уместно на сегодняшней нашей конференции. Конечно же, много сегодня говорили об тех сигналах, которые воспринимают клетки иммунной системы, те сигналы, которые продуцируют опухолевые клетки. Но я хочу сказать, что весь наш организм – это разговор клеток, это общение клеток. Каждое движение, каждое созревание клеток, дифференцировка их – это обязательно обмен между клетками. Каким образом? Это контактное взаимодействие, это продукция цитокинов, химокинов, тех факторов, которые позволяют другим субпопуляциям клеток существовать. И в настоящее время иммунология сосредоточилась на изучении опухолевого микроокружения. Что же происходит в опухолевом микроокружении? Как опухоль контактирует с клетками иммунной системы, с астромальными клетками? И почему так трудно победить теми препаратами, теми усиленными возможностями, которые есть в нашем распоряжении преодолеть опухолевый рост? И эти два дня были посвящены этим вопросам. Мы слышали об мутациях, о гидрогенности опухоли, о клетках иммунной системы, которые и стимулируют, и ингибируют иммунный ответ. Я кратенько напомню, что для того, чтобы сформировался противоопухолевый иммунный ответ, Т-лимпоциты должны распознать чужеродность на клеточках, на опухолевых клетках или на антигенопрезентирующих клетках. То есть это должен быть антиген, к которому они не обучены, который для них чужеродный. И чтобы этот антиген был распознан, необходимо, чтобы этот антиген был представлен молекулами главного комплекса гистосовместимости. Это закон, это формирование иммунного ответа, Т-клеточного иммунного ответа. И распознавание чужеродного антигена Т-клеточным рецептором приводит к активации Т-лимпоцитов. И активации Т-лимпоцитов, образование клона Т-клеток с тем Т-клеточным рецептором, который был распознан на опухолевой клетке, на клетке, пораженной вирусом или на антигенопрезентирующей клетке, с молекулами главного комплекса гистосовместимости. Только тогда запускается Т-клеточный иммунный ответ. Активация Т-клеток, продукция цитатинов. Для того, чтобы иммунный ответ развивался и был устойчивым, был, так скажем, направлен на те антигены, которым получены эти Т-клетки, необходимы еще и костимулирующие сигналы. То есть, кроме распознавания чужеродного антигена, должна быть костимуляция, которая, к сожалению, меняется коингибицией. И сегодня говорили о коингибирующих сигналах, о CTLA-4, PDL, PDL-1, PDL-2, то есть о тех блокирующих молекулах, которые ингибируют иммунный ответ. И мы занимаемся в институте онкологии разработкой противоопухолевых вакцин, противоопухолевую терапию с 1998 года. Мы всегда задавались вопросом, мы правильно готовим препарат, мы действуем по тем принципам и руководствоваться теми знаниями, которыми мы располагаем на данный момент исследования. И всегда очень обидно, что мы получили вакцинный препарат, но он у одних пациентов работает, у других не работает. И мы мало знали про вот эти коингибирующие сигналы. Мы больше знали про активацию, а запуск коингибирующих сигналов как-то в тот момент не был до последнего времени изучен. Поэтому я позволила себе остановиться снова на костимулирующих, коингибирующих сигналах, потому что клеточная технология, клеточная терапия, она непосредственно связана с этими молекулами. Коингибирующие рецепторы на опухолевых клетках, макрофагах, дендритных клетках, телеимфоцитах, то есть в настоящее время изучаются различные коингибирующие рецепторы и активирующие рецепторы. И в настоящее время наши сегодняшние доклады сосредоточены на сети ЛА4, ПД1, Леганг-ПД1, но в настоящее время идут клинические исследования, направленные к другим коингибирующим сигналам. И это очень важно, потому что клеточная технология, клеточная иммунотерапия, она основана на восстановлении неадекватных иммунных ответов, то есть на использовании препаратов, которые направлены на коингибирующие сигналы. Это один блок. Второй блок – это активная специфическая иммунотерапия. Это терапия, которая запускает противоопухолевый иммунный ответ, реактивирует, и адаптивная специфическая иммунотерапия, клеточная терапия. И сегодня уже говорили об реиндукции противоопухолевого иммунного ответа. То есть мы с вами видим, для того, чтобы запустить иммунный ответ и реализовать противоопухолевый иммунный ответ, это могут быть и вакцины, вакцины на основе дендритных клеток и другие противоопухолевые вакцины. Это и те коингибирующие моноклональные антитела, которые направлены, специфические антитела, которые направлены на коингибирующие сигналы. И изучая опухоли микроокружения, в настоящее время уделяется большое внимание миелоидным супрессорным клеткам. Милоидные супрессорные клетки – это в норме, в костном мозге, они созревают в норме у здорового человека в нейтрофилы. Это нейтрофильный ростучек. Но опухоль создает такие условия в организме, что идет мобилизация этих миелоидных супрессорных клеток, и в опухолевом микроокружении они играют важную роль, продуцируя различные цитокины, изменяя метаболическое микроокружение опухолевых клеток и клеток иммунной системы. Если противопухоли иммунный ответ запускается в макрофаге М1, в опухолевом микроокружении создается ситуация, когда дифференцируется М2, то есть те, которые супрессируют, супрессируют иммунный ответ. То есть миелоидные супрессорные клетки, макрофаги второго типа, террегуляторные лимфоциты, мы видим с вами террегуляторные клетки, продуцируют такое количество цитокинов и химокинов, которые позволяют опухоли образовывать сосуды, образовывать, так скажем, свою нишу опухолевую и реализовать свой опухолевый потенциал. В следе клеточных технологий в настоящее время отдаётся большое внимание дендритным клеткам. Почему дендритным клеткам? Потому что на дендритных клетках экспрессируются молекулы главного комплекса гистерсовместимости, то, что запускает иммунный ответ. И дендритные клетки, захватывая опухоль и антигены, представляют их на своей поверхности и запускают иммунный ответ. То есть мы обучаем лимфоциты у пациента с опухолью распознавать опухоль. В настоящее время используют для получения дендритных клеток периферическую кровь, моноциты, костный мозг и присутствие ростовых факторов, факторов дифференцировки, нагрузки различными факторами, антигенами, пептидами и, так скажем, модификацией дендритных клеток различными векторами. Мы получаем зрелые дендритные клетки. В 1998 году мы не знали, как лечить пациентов, какой режим, какое количество вакцинного препарата, клеточного препарата необходимо вводить пациентам. И мы лечили 4 вакцинации у пациентов с исчерпанными возможностями и дальше наблюдаем, а что будет. Ну понятно, что будет, да? То есть в настоящее время мы знаем, что нагружать дендритные клетки надо теми антигенами, которых нет в нормальных тканях. И в настоящее время это раково-тестикулярные антигены. Те антигены, которые есть в опухоли практически во всех раковых, так скажем, клеткам, которые подверглись злокачественной трансформации, в большем или меньшем количестве есть раково-тестикулярные антигены. То есть в вакцинном препарате, дендритно-клеточном препарате должны быть антигены, которых нет в нормальных тканях. Раково-тестикулярные антигены есть в норме у мужчин яички и у женщин в плаценте, а так и в нормальных тканях нет. Поэтому, запуская противопухоль в иммунный ответ, он должен быть специфичным. То есть это как таргетная терапия, как говорил Алексей Викторович. Запускается иммунный ответ, и мы с вами видим, как напоминание ваше сегодня, что есть костимулирующие сигналы и коингибирующие сигналы. И, конечно, прорывом, революцией в лечении онкологических больных является эра иммуноонкологии. Когда мы знаем, что мы можем воздействовать на коингибирующие сигналы и запускать иммунный ответ. Мы знаем, что именно активированные тримфоциты способны продуцировать перфорин, гранзимы, интерферон гамма и разрушать опухолевые клетки. Иммуномодулирующая терапия. Она необходима при проведении в настоящее время клеточной иммунотерапии. Одна клеточная терапия в настоящее время, мы уже понимаем, не способна, так скажем, реализовать устойчивый противоопухолевый иммунный ответ, выраженный противоопухолевый иммунный ответ. Поэтому мы снова обращаем внимание на опухолевые микроокружения, на иммуносупрессирующие факторы, которые есть в опухолевом микроокружении. Это и цитокины, это и коингибирующие сигналы. И супопуляции Т-клеток мы обязаны их контролировать. Контролировать в лабораторных условиях, искать прогнозические факторы, понимать, какая же сопопуляция Т-клеток или миелоидных клеток супрессирует иммунный ответ при проведении иммунотерапии или химиотерапии. В настоящее время иммунологов понятие «всё лекарственное лечение» требует понимания, что же происходит с иммунной системой. Потому что лекарственное лечение, химиотерапия, таргетная терапия, она не может, так скажем, пациент получать бесконечно. Пациент получает определенный цикл лечения, а дальше он остается один на один со своим заболеванием, со своими мыслями, с пониманием, что у него что-то не так. И мы пытаемся понять, что же происходит с иммунной системой на этапах лечения и на этапах, когда пациент, так скажем, остается, как некоторые доктора говорят, вы должны отдохнуть. А что же происходит во время отдыха пациента с иммунной системой? И пациент, который получает иммуноопосредованную терапию, может развиваться, уже сегодня говорили, различные ответы опухоли на иммуномоделирующую терапию. Мы видим, что в начале лечения может быть уменьшение опухолевых очагов, регресс. В дальнейшем наблюдается стабилизация опухолевого процесса заболевания. Или в начале терапии наблюдается увеличение опухолевых очагов, который может быть, так скажем, как сегодня уже говорили, псевдопрогрессирование. Во время формирования иммунного ответа наблюдается инфильтрация лимфоцитами, наблюдается воспалительный процесс, наблюдается те процессы, которые рентгенологические лучевые методы диагностики оценивают как дальнейшее прогрессирование. Начало терапии может сопровождаться значительным увеличением опухолевых очагов, но мы дальше видим, так скажем, иммунный ответ. Новые, так называемые, очаги, которые сегодня Алексей Викторович тоже объяснил, что здесь подразумевается. Я не буду повторяться. И в настоящее время, я бы хотела сказать о чем-то новом, это новые иммунотерапические мишени. В настоящее время большое внимание уделяется КИР-рецепторам. Это рецепторы, которые запускают, которые ингибируют иммунный ответ. И в настоящее время рассматриваются различные молекулы, которые формируют, так скажем, взаимоотношения между макрофагами и опухолями клетками. И в настоящее время есть такой термин, такое обозначение, где макрофаг рассматривает молекулы на опухолевой клетке. И вот это соотношение, которое говорит, или съешь меня, или не ешь меня. То есть вот таким простым языком можно сказать, что это разговор клеточки между собой. И очень важно изучить вот это взаимоотношение. Важно понимать, как изменить то отношение, которое складывается, что макрофаги видят и хотят разрушить, лизировать эти опухолевые клетки. И в настоящее время проходит очень интересное исследование препарата Лирилумаб, который – это полностью человеческое антитело, которое направлено к коингибирующему сигналу КИР, который я показала на предыдущем слайде. И ингибиция этого рецептора приводит к активации Т-клеток, НК-клеток и к деструкции опухолевых клеток. И сейчас, в настоящее время, этот препарат проходит клинические исследования. И этот препарат используется в монотерапии для лечения острого лейкоза в комбинации с неволумабом для лечения меланомы, немелкоклеточного рака лёгкого, гриобластомы, плоскоклеточный рак головы и шеи, гепатоцеллюярная карцинома и различные заболевания, которые здесь повторяются, множественная мелома и так далее. То есть препарат, который направлен на те коингибирующие сигналы, которые участвуют в развитии и онкогематологических заболеваний, и развитие солидных опухолей. Это очень интересная молекула, которая заставляет по-новому посмотреть и оценить развитие противоопухолевого иммунного ответа. В настоящее время противоопухолевая иммунотерапия, клеточная терапия, она основана на контексте интеграции Т-клеток, биологии опухоли и системного иммунного ответа. Это и молекулы, которые в настоящее время изучаются, и эффекторные клетки, регуляторные, это лимфоциты, которые влияют на развитие противоопухолевого иммунного ответа. Это и клетки эндотелия, это и опухоли ассоциированные, фибробласты. То есть поле деятельности клеточных технологов в настоящее время очень расширено. И останавливаясь на клеточных технологиях, на адаптивной иммунотерапии. Адаптивная иммунотерапия – это инфузия опухолеспецифических эффекторных клеток, иммунокомпетентных клеток. То есть мы не стимулируем иммунную систему, а мы вводим клетки иммунной системы, которые выполняют так называемую заместительную терапию. То есть он выполняет ту роль, которая не реализована у пациента с распространённым опухолем процессом. Источником алкологичных и аллогенных лимфоцитов может быть периферическая кровь, может быть образцы опухоли, поповенная кровь. Могут быть генетически модифицированные лимфоциты с химерным токлеточным рецептором, а также цитокин-индуцированные НК-клетки. И в настоящее время клеточная терапия основана на понимании, что происходит в опухолевом микроокружении. Скажем, НК-клеточная терапия направлена на получение НК-клеток, на увеличение количества этих клеток и на получение того эффекта, который направлен на противоопухолевый иммунный ответ. Итак, мы видим, что НК-клетки в норме не реагируют на нормальные лимфоциты. У них есть те структуры на поверхности, на поверхностной мембране, которые не позволяют запустить иммунный ответ. При распознавании опухолевой клетки запускается иммунный ответ и реализуется противоопухолевый иммунный ответ. Это реализуется с помощью различных цитокинов, гранзимов, перфоринов. Распознавание тех рецепторов, которые есть на НК-клетках, на опухолевых клетках. И опухолевые клетки подвергаются некрозу, апоптозу. Запускается антитело, опосредованный иммунный ответ. Адаптивная иммунотерапия аутологичными опухольинфильтрирующими лимфоцитами. То есть у пациента из опухоли выделяются лимфоциты. Эти лимфоциты уже имеют тот клеточный рецептор, который распознает те опухолевые антигены, которые есть в опухолевом очаге. То есть это уже готовые Т-лимфоциты, их не надо получать в лабораторных условиях, не надо обучать. Но в опухоли микроокружения в силу различных причин они не реализуют свою цитотоксическую функцию или реализуют недостаточно. Поэтому получают опухолеобразец, фрагменты опухоли, культивируют, выделяют тот клон или те клоны Т-лимфоцитов, которые располагают наибольшей афинностью, наибольшей распознаваемостью токлеточного рецептора к опухоли. Увеличивается количество этих Т-лимфоцитов и инфузий пациентам. И эта терапия, она развивалась в Соединенных Штатах хирургом Розенбергом, Стив Розенберг. И мы в 98-м году тоже планировали, что у нас будет какой-то прорыв с этими технологиями. Но казалось, что всё не так просто. В организме существует, в организме с опухолевым процессом, распространённым опухолевым процессом, существует мощная система иммуносупрессии на всех уровнях. И в первую очередь, конечно же, в опухолевом микроокружении. И для того, чтобы преодолеть эту иммуносупрессию, необходимо, оказывается, провести полную лимфодеплессию. То есть организм, так скажем, не должно в организме остаться ни одного живого лимфоцита. То есть проводится высокодозная химиотерапия, которая направлена на элиминацию всех лимфоцитов или облучение всего тела. И вводятся полученные лимфоциты, но они вводятся вместе с интерлекином вторым. И в результате такого, так скажем, таких лечебных мероприятий получены результаты, которые демонстрируют свой выраженный эффект. Мы здесь с вами видим полный регресс метастаза меланомы кожи затылочной области, головы и метастазов лёгких после химиотерапии и внутриартериального введения опухолитрирующих лимфоцитов и интерлекина второго. Обратите внимание, 2005 год и 2011 год. То есть иммунный ответ развивается, так скажем, не такими темпами, как химиотерапия, как таргетная терапия. И здесь мы тоже видим полный регресс метастаза меланомы в лёгких после проведённого клеточной терапии. У нас в институте мы также разрабатываем антигенспецифичную токлеточную иммунотерапию. Что это за технология? Пациент с распространённым опухолевым процессом, который не отвечает уже на стандартные методы лечения, который подписывает информированное согласие, и наш протокол клинического исследования, проведён через локальный отеческий комитет, может получить эту терапию. Это терапия не какая-то, скажем, уникальная, которой нет во всём мире. Это терапия, которую используют в Японии, в Германии, в Израиле. Наши пациенты едут в эти страны, получают эту терапию. Но по эффективности, по пониманию, как работают эти технологии, то, что делается у нас в России, это всё сопоставимо. Это те технологии, которые, в принципе, описаны сейчас в интернет, и ничего, скажем, каких-то, но есть у каждого свои ноу-хау. Что же с собой представляет эта терапия? У пациента в обязательном порядке исследуется образец опухоли. Определяется, какие же антигены экспрессируют эти опухоли. Это делается в лаборатории патанатомии. Дальше в обязательном порядке необходимо определить АШЛ-фенотип пациента. Какие молекулы главного комплекса гистосоместимости есть на его клеточках. Это как для трансплантации костного мозга, для трансплантации органов. Это тоже уже изученная методика. В дальнейшем необходимо получить большое количество клеток иммунной системы для получения клона Т-лимфоцитов. Для этого тоже этот этап изучен, понятен, используется во всём мире и в нашем институте. Это мобилизация клеток-предшественников в периферическую кровь введением ростовых факторов GM-CSEF или G-CSEF. Дальше проводится лейкофорез, криоконсервация лимфоцитов. И в лабораторных условиях получаем большое количество дендритных клеток, нагружаем их теми пептидами, которые есть в опухолевых антигенах, определенных в патанатомии, и рестиктированных молекулам главного комплекса гистосовместимости. Такие пептиды в нашем городе синтезируют в институте особо чистых пиопрепаратов. Поэтому мы нагружаем дендритные клетки такими пептидами. И в течение 21 дня получаем клон Т-лимфоцитов, который в последующем вводится пациенту. Еще одним новым направлением, которое развивается во всем мире и недоступно для нашей Российской Федерации, это Т-лимфоциты с химерным Т-клеточным рецептором. Это уже молекулярная генетика, которая обладает возможностью трансфицировать в Т-лимфоциты любые гены, те рецепторы, которые могут быть направлены к любой опухоли. Прорыв сейчас, в настоящее время, получен для лечения Б-клеточных лимфопролиферативных заболеваний. И, как вы видите, уже есть Т-лимфоциты с Т-клеточным рецептором первого поколения, второго поколения, третьего поколения. То есть это направление во всем мире развивается. И что собой представляют эти поколения? Вначале это был просто Т-клеточный рецептор. Дальше используются костимулирующие различные сигналы. И Т-лимфоциты с химерным рецептором третьего поколения это целый набор костимулирующих сигналов, которые позволяют запустить иммунный ответ данных пациентов. В настоящее время наблюдается прогресс развития клеточной терапии меланомы НКТ-клетками. Сегодня Алексей Викторович демонстрировал результаты оценки иммунного статуса. Я с удовольствием их не видела. Еще я сегодня впервые увидела на экране. Я хочу сказать, что я была очень рада, что я там увидела клеточки с экспрессией CD3+, 28+, и CD62L. Это на самом деле в настоящее время для того, чтобы выделить НКТ-клетки, да, они обладают таким противополимым потенциалом, но чтобы их выделить, оказывается, нет каких-то маркеров. И вот с Т-клеток памяти выделили популяцию клеток как раз с CD62L вот этим антигеном, то, что есть в нашем иммуном статусе, что возрастает эта популяция при проведении терапии эпилемумабу. И как раз эта популяция, которую можно было увеличить его количество, дифференцировку и использовать как клеточную терапию. И НКТ-клетки на самом деле в настоящее время обладают выраженным противопухолевым потенциалом. В периферической крови этих клеточек очень мало. Они в основном находятся в подсидистом слое, в имфоидных скоплениях подсидистого слоя, желудочно-кишечного тракта и других, так скажем, органов бронко-альвеолярного тракта. И как раз они выполняют ту защитную роль, противопухолевый иммунный ответ запускают, который не совсем отражается в иммунном статусе. Мы не можем видеть, скажем, какие-то процессы, которые происходят в тканях. В настоящее время еще используется клеточная терапия цитокин-индуцированным киллерами. На самом деле эта терапия очень интересная, то есть выделяет НК-клетки или, скажем, подобные НК-клеткам, клеткам памяти. Также в лабораторных условиях подвергает их различным манипуляциям. И оказалось, что у одних пациентов они работают, как и все иммунотропные препараты, как и химиотерапия. А у ряда пациентов они не работают. И в настоящее время, благодаря изучению и пониманию, как работают коингибиторы контрольных точек в организме пациента, были изучены эти молекулы на клетках, которые мы наращиваем в лабораторных условиях. То есть мы их получаем, активируем, вводим пациентов и видим эффекты, но в какой-то момент мы не видим этих эффектов. И оказывается, что в процессе культивирования по дням, в начале культивирования возрастает экспрессия и PD-1 антигена, и PD-L антигена. И эта экспрессия в разные дни культивирования, она различная. Какие-то структуры остаются и на 21-й день культивирования, какие-то структуры снижаются, скажем, в 12-м дню культивирования. Это оказалось очень интересной информацией, потому что мы стали понимать, что это надо изучать, это надо исследовать, прежде чем вводить пациенту. Изучаются не только названные белки, а изучаются и другие структуры, которые в настоящее время находятся в экспериментальных исследованиях, в клинических, ранних клинических исследованиях. И эти знания, они обогащают наше понимание, как оказывать воздействие на противопухолиуминкет, как его контролировать, если будет такая возможность. Это и молекулы BTLA, и CTLA4, и TIGIT, и LATCH, и так далее. То есть это аббревиатура, которая говорит о том, что эти конгибирующие сигналы, их необходимо исследовать как на CD4-т лимфоцитах, CD8-токсических лимфоцитах, так и на НКТ-клетках. И прежде чем вводить пациенту, необходимо исследовать в лабораторных условиях, как работает эта клеточная культура. И здесь я хотела вам, так скажем, продолжение вчерашнего вопроса, который был задан Анне Игоревне по поводу стволовых раковых клеток у пациентов меланомы. Доктор, который задал вопрос, я его не вижу. Но я хочу сказать, что да, есть такие публикации, это все исследуется. И у нас запланирована работа в отделении профессора Георгия Ивановича Гавтуна. У нас есть клеточный сортер, и планируется поиск этих стволовых раковых клеток периферической крови. У нас была задержка с нашим клеточным сортером, но сейчас в настоящее время это все устранено. И я надеюсь, что уже какие-то даже результаты получены. Меча Анна Борисовна не прислала. То есть это уже делается. Я бы хотела заключить, что ресурсы элементов клеточной иммунотерапии, меланомы, они увеличиваются. Вы видите, да, различные клеточные технологии, различные популяции, субпуляции клеток, которые реализуют противопухолию иммуноответ в норме. И происходит этот сбой в организме с распространенным опухолевым процессом или нераспространенным опухолевым процессом. Но идет нарушение в контроле иммунной системы у опухолевого роста. И мы видим с вами, что эффективно зарегистрировано на экспериментальных моделях. И, конечно же, требует широкого изучения в клинических исследованиях. Конечно, эти технологии у нас развиваются только в каких-то небольших научных коллективах, потому что это очень дорогостоящее. Государство выделяет очень небольшое количество денег. Не открою секрет, если скажу, что у нас на науку выделяется в нашем институт 3 миллиона рублей. И хочу сказать, что 1 миллион – это наш. И полмиллиона только идет на культуральную среду, в которой мы можем вырастить клеточки того качества, которые можно анализировать. И недостаточная эффективность клеточной терапии меланомы может быть связана с активацией ингибиторов иммуноконтрольных точек и ассоциирована с дисфункцией иммунокомпетентных клеток как инвитро, так и инвива. И я хотела бы сказать, что здесь молодежь есть. У нас есть все возможности изучать клеточные технологии, клеточную терапию. В институте создан отдел онкоиммунологии, который позволяет проводить экспериментальные исследования, изучать поствакцинальный иммунный ответ, то есть продукции цитокинов одной изолированной клеткой. Методы, которые позволяют определять биологически активные молекулы химилюминсцентными методами. Культивирование. В центре мы видим прибор, который называется СЛАКЮ, и позволяет изучать и моделировать опухолевые микроокружения в лабораторных условиях. То есть мы можем создавать те условия, которые есть в организме, и предполагать, изучать ответ на те наши воздействия на клетки иммунной системы, опухолевые клетки. И при выделении тех же столовых раковых клеток, или клеток, скажем, такой термин может быть не очень удачный. Это клетки с очень агрессивным течением, с поведением в культуре. Мы также можем изучать воздействие на эти клеточки. Клеточный сортер, который позволяет тоже сортировать различные клеточные популяции. Спасибо за внимание. Спасибо, Рина Александровна. Коллеги, пожалуйста. Кто желает задавать вопросы? Или всё ясно? Я, Ирина Александровна, ремарку в отношении финансирования. Значит, всё это только на чай, всё остальное на пряники самим зарабатывать. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.